шалом добро пожаловать на марафон управления собой это уже марафон для продвинутых многие из вас были на первых двух марафонах в этот раз мы говорим именно об эмоциях о качествах и о том каким образом делать свою жизнь лучше сегодня мы будем говорить о такой интересной вещи как моя реакция на собственные ошибки потому что так часто от того каким образом я сама реагирую свои ошибки будет зависеть очень много моей жизни есть люди которые совершив совершенно маленькую незначительную ошибку так долго себя за нее ругают столько времени купаются в этом чувстве вины что практически после этого них нет никакой мотивации никаких сил вообще вставать и меняться и они просто всю жизнь живут воспоминаниями об этой ошибке другой ошибки и никак не могут с этого выйти есть люди которые более спокойно более правильно к этому относятся они они смотрят на свою ошибку встают делают выводы и идут дальше и конечно мы все хотим быть такими людьми которые умеют извлекать выводы и идти дальше а сегодня мы проанализируем то каким образом от чего это зависит какой у вас лично внутренний диалог когда вы чувствуете что вы допустили ошибку очень важно что здесь у нас как всегда не все так просто потому что у нас есть два параллельных мира у нас есть мир соединения мир связи и мир разделения и в одном из миров есть я целая в мире разъединения у нас пытаются пытаются постоянно затащить в мир разделения разъединения и поэтому он будет постоянно провоцировать вас ругать себя да говорить то если вы не совершили эти ошибки все было бы по-другому и постоянно фокусировать вас на всем негативном внутри срок самой себя давайте сейчас попробуем сделать такую небольшую медитацию в которой мы поймем обнаружив тот самый внутренний ваш диалог каждый из нас посмотрит что можно в нем изменить и каким образом можно сделать так чтобы наши ошибки в итоге настроили они разрушали давайте как мы это делаем всегда закроем глаза и сделаем глубокий вдох почувствуем как волна спокойствия волна релаксации проходят по всему нашему телу попробуем расслабить каждую отдельную частичку нашего тела расслабим нашу голову затем потоком мысли который сегодня в ней находился шею лицо спину то есть наше тело нашу грудь диафрагму руки пальцы рук затем ноги ступни пальцы но попробуем почувствовать себя чем-то едином попробуем разрешить всему напряжению выйти ослабиться и просто уйти в губ себя для этого мы закрывали глаза чтобы почувствовать что мы уходим в свой внутренний мир почувствовать насколько это легко комфортно приятно насколько хорошо и спокойно быть внутри себя и не расстрачиваться на что-то внешнее не постоянно отвлекаться на какие-то внешние задрожители а просто уходить внутри себя там где я чувствую себя я понимаю себя я направляю себя я жалею себя я люблю себя и изнутри этого состояния давайте вспомним какую-то свою ошибку которую мы объективно совершили в последнее время можно прям проиграть такую сцену внутреннюю так как это случилось что я сделала в чем я была не права о чем я думала после этого и дальше пусть вы услышите прямо весь свой внутренний диалог что вы себе говорите что вы себе говорили после этой ошибки как вы ругали себя в чем вы винили себя за что вам было особенно обидно какие мысли приходили в голову что не давало вам покоя в течение многих дней после этой ошибки каким именно образом вы себя ругали давайте прямо вспомним слова и аплики фразы мысли которые вы кидали себе когда вы вспоминаете об этом поступке когда мы слышим себя и того внутреннего критика который есть в нас как мы себя чувствуем очень часто нам хочется просто спрятаться не слышать закрыть уши и не давать разрешение этому ужасно строгому критику так сильно себя ругать а теперь вы выключите эту сцену и попробуйте услышать другой голос голос я царатов голос хорошего начала это обычно более милосердный голос который говорит но ничего страшного все совершают ошибки я тоже совершил ошибку я это понял я это признал я могу идти дальше я могу стать еще лучше одно дело если бы не признавал я признал можно отрыхнуться и пойти дальше послушайте теперь этот голос и почувствуйте насколько его приятнее слушать насколько он более правильный насколько он более милосердный насколько он больше мотивирует чем предыдущий голос 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 дурного начала теперь пообещайте себе в будущем различать эти голоса и как только наш голос критика слова самым словом критика начнет с нами общаться мы можем сказать не надо со мной так разговаривать я не разрешаю с собой так разговаривать и послушать я царатов послушать того не критика да а того друга который мотивирует нас двигаться дальше быть лучше понимая что ошибка это не конец ошибка это опыт который мне очень поможет в моей реальной жизни с этим новым осознанием с этим новым ощущением давайте попробуем сделать глубокий вдох 5 почувствовать что наши ноги касаются полу 4 наша спина касается спинки стула ты вспомнить это прекрасное ощущение когда мы находимся внутри себя 2 и на счет 1 открыть глаза я надеюсь что у вас это получилось надеюсь что получилось отследить вот эти два разных голоса попробуйте отслеживать их в реальной жизни и мне будет очень интересно каким был этот опыт для вас хорошего дня и хорошего дня